Говорит Черкесск В студии с выпуском Вестей Рита Нирова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Письма и посылки бойцам, участникам спецоперации можно отправить через ближайшие почтовые отделения. В Черкесске почтили память неизвестных солдат. В конце декабря в Донбайе состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам битвы в Донбайе. И танцевальный коллектив из Грача Чекеси завоевал несколько наград по итогам конкурса в Весентуках. Субтитры создавал DimaTorzok Обсудят и вопрос военно-исторического наследия страны как основу духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации. 14 декабря в Большом зале Дома правительства Республики состоится очередная 43-я сессия Народного собрания Карача Чекеси. На рассмотрение и утверждение народных избранников будут вынесены несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональный закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на этот год и на плановый период 23-24 годов, о республиканском бюджете на следующий год и на плановый период 24-25 годов, о внесении изменений в закон о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных и другие. Письма и посылки бойцам-участникам спецоперации можно отправить через ближайшее почтовое отделение по адресу 103-400, Москва-400 и номер воинской части. Об этом в своем официальном телеграм-канале проинформировал подписчиков глава Карача Чекеси Рашид Темрезов. Далее цитата руководителя региона. Далее цитата. И ответ не заставит себя ждать, поскольку воинские части в зоне проведения специальной военной операции прикреплены к подразделениям фельдъегерской почтовой связи, а военнослужащих обеспечат конвертами и письменными принадлежностями. Закончилась цитата Рашида Темрезова. В Карачаевске уже вовсю идет строительство первого в нашей республике ледового дворца. Уже в следующем году жители Карача Чекеси будут осваивать на ледовой арене зимние виды спорта. О темпах строительства спортивного объекта расскажет начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарыев. На сегодняшний день популяризация именно зимних видов спорта, она будет очень в потребности для жителей, она нужна. И здесь мы можем рассчитывать на такие виды спорта, как хоккей, например, конкобежный спорт. В будущем планируется также привлечь специалистов, которых будут обучать наших детей. До конца 2024 года на федеральной сети Карачаев-Чекеси отремонтируют 21 километр автодорог и два моста. Об этом сообщила пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С двух до четырех полос расширят 12 километров подъездной дороги к Черкесску от Р-217 «Кавказ», с 51 по 63 километр. А в 2023 году на автодороге А-155 отремонтируют 9-километровый участок Черкесск-Уст-Джигута и два моста в Домбае. В текущем году стартовал капитальный ремонт участка от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной, столицы Карачаева-Черкесии. Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам Фукупор Дор-Кавказ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года. Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай-Граница с Республикой Абхазия с нулевого по 9-й километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Домбай-Ульген и Аманаус. Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачавск. Преображение трассы, которая является единственной транспортной артерией между нашим регионом и Краснодарским краем, радует не только жителей Станицы Преградной, но и туристов, которые ежедневно проезжают по этой дороге. Информацию комментирует главный инженер управления Карачаево-Черкеско-Автодор Муайет Хутов. Данная работа у нас идет планомерно. С 2016 года мы на участке автомобильной дороги от Зеленчугской до Станицы Преградной уже отремонтировали более 38 километров. Планируется закончить полностью всю автомобильную дорогу от границы Краснодарского края до Станицы Зеленчугской к 2024 году, что составит более 60 километров. Учителя средней общеобразовательной школы номер один Станицы Зеленчугской Юлия Копалкина, Нина Скрыльникова и Горислава Найденова принимали участие в пятом межрегиональном фестивале учительских клубов под крылом «Пеликана», который традиционно проводится на базе Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». В мероприятии участвовали педагоги из 11 регионов страны. Основная часть фестиваля проходила в форме турнира по дебатам. Несмотря на то, что этот формат был для них новинкой, наши учителя успешно выступили в командном зачете. Юлия Копалкина получила диплом третьей степени, Нина Скрыльникова – диплом второй степени. Кроме того, Юлия Александровна вошла в десятку лучших спикеров турнира. Напомним, что все эти педагоги являются активными участниками регионального клуба «Учитель года КЧР». Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто» ВКонтакте. Для их использования необходимо зайти в приложение ВКонтакте во вкладке «Сервиса», «Открыть мини-приложение госуслуги» и выбрать раздел «Авто». Затем нужно авторизоваться через госуслуги. Переход на портал и обратно происходит автоматически. В приложении появятся сведения об автомобиле. Загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети. Кроме этого, в мини-приложении работает большинство функций госуслуг «Авто». Здесь же можно предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение, электронное СТС, передавать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их, а также посмотреть документы на автомобиль и так далее. Правда, в настоящее время сервис работает в воспитательном режиме, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС. Сотрудниками полиции зарегистрировано сразу четыре факта мошенничества на сумму около 260 тысяч рублей. В Зеленчукский отдел внутренних дел с заявлением обратился 43-летний житель Татарстана, который сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником СББ. Под предлогом защиты от незаконной транзакции убедил установить мобильное приложение для защиты банковской операции, после чего со счета заявителя списали 34 тысячи рублей. Аналогичный звонок поступил 51-летней жительнице села Учки-Кен. Неизвестный также и представился сотрудником одного из финансовых учреждений. Под предлогом защиты от незаконной транзакции уговорил установить приложение для записи экрана и таким образом похитил денежные средства в сумме 105 тысяч рублей. В Адыгихабльский ОВД поступило заявление от 22-летнего жителя хутора Киева Жураки. Мужчина сообщил полицейским о том, что ранее при неизвестных обстоятельствах он утерял свою кредитную карту, после чего с нее были списаны денежные средства. Проведенная проверкой было установлено, что заявитель в день утери кредитной карты перечислил 28 тысяч рублей на свою другую банковскую карту. Впоследствии указанную сумму четырьмя транзакциями заявитель перевел на счет неизвестного, с которым он переписывался в мессенджере. Полицейские также установили, что указанные денежные средства заявитель хотел инвестировать в криптовалюту, однако после перечисления денежных средств неизвестный прекратил переписку с заявителем и на связь не выходит. По заявлению 49-летней жительницы Черекеска возбуждено уголовное дело. Женщина в сети интернет увидела рекламу легкого заработка на криптовалюте, после чего позвонила на указанный номер. Ответил ей неизвестный мужчина и предложил вложиться. В период с октября по ноябрь неизвестный похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 91,5 тысячи рублей. На территории Карачао-Черкесии продолжается месяц по безопасности дорожного движения. Информацию комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД и МВД по Карачао-Черкесии Лилия Гогушева. Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Берегите себя! В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошло мероприятие, посвященное памяти героя Российской Федерации и генерал-майор Акономата Баташева, в котором приняли участие актив студенчества вуза, представители различных молодежных движений, благотворительных, общественных и добровольческих организаций. Вспомнили и тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны показал героизм и мужество. Это Харун Богатырев, Осман Касаев, Джанибек Галаев, Харун Чачуев, Кичибатыр Хайрки, Завьюнус Каракетов, Азрет Узденов, Дамбузула Каракетов и другие. Отдельной темой стал подвиг нашего земляка Канамата Баташева, который в мае этого года, выполняя боевую задачу на Су-25, погиб в зоне проведения специальной военной операции. В Карачае-Черкесии 9 декабря состоится открытие памятника Канамату Баташеву. В Черкесии почтили память солдат, чьи имена остались неизвестными. Мероприятие прошло в Музее городского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с участием общественников, педагогов и школьников. Присутствующим рассказали о деятельности поисковых отрядов в Карачае-Черкесии, занятых розыском, идентификацией и захоронением пропавших без вести в год Великой Отечественной войны солдат. Информация была подкреплена отрывками из документальных фильмов и телевизионными репортажами. По данным Всероссийского информационно-поискового центра, за последние два года было эксгумировано и захоронено свыше 21 тысячи останков войны Великой Отечественной войны, а за последние пять лет свыше 120 тысяч останков. В Черкесии участники городских соревнований написали десятки писем в поддержку российских военнослужащих-защитников Донбасса. Более 500 юных спортсменов на самых разных площадках республиканского центра состязались в пяти видах спорта. Турнир в поддержку российских военнослужащих-участников спецопераций собрал ребят из спортивных школ Черкесии, разных районов и городов Карачао-Черкесии, Капартина-Балкарии и Северной Осетии Алании. Танцевальный коллектив из Карачао-Черкесии «Уны Дэнс» вернулся с победой из Ессентуков. Ребята привезли сразу несколько наград. Юные танцоры представили различные хореографические номера, которыми покорили жюри. Как итог, практически все были отмечены призовыми местами, однако девочки уже готовятся к новому вызову. Скоро им предстоит выступать в Сочи. Ну и в заключение выпуска новости спорта. 24 и 25 декабря в Донбай состоится юбилейный пятый турнир по смешанным единоборствам «Битва в Донбай». В этом году соревнования проводятся в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 200 спортсменов из разных регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов. Для максимально объективной оценки за ловкостью, силой и мастерством бойцов будут наблюдать аккредитованные судьи. В рамках турнира будут разыграны чемпионские пояса. Победители наградят грамотами и памятными подарками. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачао-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. Утром местами на дорогах Гололедица. В республиканской столице без осадков. Утром туман. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 4. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин